Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Губернатор Виктор Томенко поручил выплачивать мобилизованным из Алтайского края по 100 тысяч рублей. Жизнь в плесне. Барнаульцы три года страдают от проливных дождей в квартире. Очищать дороги будут круглосуточно, получать порядка 50 тысяч в месяц. В Барнауле обсудили работу дорожников в зимний период. 100 тысяч рублей будут выплачивать при мобилизации мужчинам Алтайского края. Средства планируют выделять из краевого бюджета. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко. По словам главы региона, власти проанализировали финансовые возможности региональной казны. В результате утвердили единовременную выплату военнослужащим в размере 100 тысяч рублей. Сейчас Министерство соцзащиты готовит соответствующий документ, а Министерство финансов края должно просчитать источник финансирования и, если нужно, подготовить корректировки в проект закона краевого бюджета, который на этой неделе вносит в АКЗС. Кроме того, губернатор дал поручение министру социальной защиты Наталье Оськиной выехать в Омск, чтобы оказать адресную помощь мобилизованным краям и объяснить предоставление мер соцподдержки для семей призывников. Доходно-расходную часть краевого бюджета на текущий год планируют увеличить на 2 миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщил министр финансов края Данил Ситников. Этого не избежать из-за целого ряда дополнительных мер поддержки мобилизованных и их семей, а также помощи подшефному славяно-сербскому району. Речь идет о выплатах в размере 100 тысяч рублей для мобилизованных, 500 тысяч для раненых, миллионе рублей в случае гибели военнослужащего. Кроме того, есть и целый список менее финансово затратных мер, например, предоставление места в детском саду для семей мобилизованных, помощь в оформлении соцвыплат. Существенная помощь оказывается и славяно-сербскому району ЛНР. Ремонт объектов социальной сферы, это ремонт многоквартирного фонда, это ремонт индивидуальных жилых домов, это ремонт дорог, это поставка техники, в том числе школьных автобусов. С учетом того темпа роста доходов, о котором я сказал и по 22-му году, и по 23-му, я думаю, мы в состоянии эти расходы на себя взять. Кроме того, существует в высокой степени проработки ряд федеральных решений, которые дополнительным решением будут нам указаны расходы из федерации компенсировать. Комментируя, как краевой бюджет может увеличиться на 2 миллиарда рублей, министр объяснил, есть несколько направлений доходов. На 500 миллионов рублей увеличится поступление акцизов на ГСМ, на 1 миллиард рублей за счет неналоговых поступлений, еще на полмиллиарда за счет дополнительных решений, принятых на федеральном уровне. Помощь семьям мобилизованных оказывают и со стороны краевого парламента, используют средства Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Кому-то нужен комбикорм, например, кому-то твердое топливо, в основном твердое топливо, кому-то, ну вот собирали, потратилась семья, собирали своего там мужа или сына туда в Омск, покупали продукты, все, но мы понимаем, что наши семьи не с таким доходом, что для них тоже это было, конечно, накладно, тоже помогаем. Вот, есть такая, что юридическая помощь нужна, и психологическая помощь, юридическая, например, для оформления вот кредитных каникул. Кстати, в связи с этим в октябре депутаты намерены внести на рассмотрение законопроекта бесплатной юридической помощи для соответствующей категории населения. А для всех желающих оказать помощь мобилизованным действует Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Депутаты, по словам Солнцевой, уже внесли свой вклад. Барнаульцы продолжают собирать теплые вещи и продукты питания для мобилизованных. Несколько дней назад в городе открылись пункты сбора помощи. Как можно помочь бойцам и куда приносить вещи, продукты, смотрите далее. Детские рисунки, теплые вещи – то, что, несомненно, должно поддержать боевой дух призывников. Уже несколько дней в Барнауле работают пункты сбора помощи мобилизованных во всех районах города по поручению Вячеслава Франка. Спальники, предметы первой необходимости, продовольствия. Вещи, собранные на шести пунктах, привозят на Ленина 148. А уже здесь городской совет женщин и волонтеры готовят помощь к дальнейшей отправке. Здесь у нас собирается та помощь, которую приносят люди. В дальнейшем мы еженедельно планируем отвозить на центральный склад, где будет осуществляться сортировка и в дальнейшем отправка в Омск нашим землякам. Пункт сбора накануне посетил и глава города. Организовано все в короткое достаточно время, но очень хорошо. Мы посмотрели логистику, мы понимаем, где мы получаем то, что нам приносят сегодня жители города Барнаула. Я под жителей включаю и промышленные предприятия. Мы едины, мы барнаульцы. По словам чиновников, с самого первого дня мобилизации от барнаульцев поступают звонки с предложениями о помощи. Теперь такая помощь будет поступать организованно и лишней точно не будет. Уважаемые барнаульцы, если есть у вас такая возможность и желание поддержать наших ребят, приносите вот на Ленина 148, но сегодня открыты, вы знаете, что пункты приема еще в общественных приемных Единой России, их 5 и плюс 6 еще на Южном, то есть получается всего 7 пунктов приема. Список вещей, в которых особенно нуждаются бойцы, можно уточнить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Ирина Корчагина, День с толком. Граждане, попавшие под частичную мобилизацию, не освобождаются от оплаты налогов. К примеру, имущественные за них смогут заплатить третьи лица на сервисах налоговой службы в банкомате или банке. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал замруководителя краевого управления Федеральной налоговой службы Сергей Сметанников. У нас есть возможность, она реализована и на сервисах налоговой службы, и предусмотрена налоговым кодексом. Это уплата за третьих лиц. То есть, в принципе, при наличии уведомления, по этому уведомлению за данное лицо может уплатить хоть кто, родственник, знакомый, хоть, в принципе, любой. К слову, такой же порядок оплаты налогов действует для всех граждан страны. В управление также напомнили, заплатить налоги на транспорт, землю, имущество нужно до 1 декабря. Уведомления плательщикам уже приходят по почте или в личный кабинет на сайте ФНС. В этом году в регионе их получат более миллиона человек. В зимний период дорожная техника Барнаула будет работать в круглосуточном режиме, в две смены. В мэрии обсудили готовность города к снегу. Смотрите в сюжете. В этом году на зимнее содержание дорог в краевой столице дополнительно выделили 100 миллионов рублей. Основной объем средств направят на повышение зарплаты работникам. Таким образом, в мэрии собираются утолить кадровый голод. Теперь средняя заработная плата дорожников составляет порядка 50 тысяч рублей. Отметим, что традиционно снежный покров в Барнауле устанавливается в начале ноября. По словам чиновников, краевая столица к зимнему периоду готова. На сегодня готовность заключается в необходимом ремонте техники, которая задействована в зимний период. Это 248 единиц по бюджетному учреждению автодоростроя, которые задействованы на дорогах и тротуарах. И 20 единиц, которые будут использоваться у МБУ благоустройства и зеленения на общественных территориях. В связи с ремонтом путепровода на новом рынке, участки объезда будут обрабатывать песчано-соляной смесью с 20% концентрацией соли. Обычно использовалось 15%. Также в мэрии обсудили и другие нововведения. Подъемы, спуски, которые у нас также существуют на местах объезда, будут обрабатываться песчано-соляной смесью без песка, а с использованием отсева дробления, которые более лучше проводят рыхление снега, механическое воздействие. Почти все машины, которые задействованы в уборке снега, оборудованы системой ГЛОНАСС. Так что на официальном сайте города в режиме онлайн можно будет видеть, где именно работает техника. Ирина Корчагина, День с толком. Не крыша, а решето. Жители многоквартирного дома уже третий год страдают от проливных дождей в своих квартирах. Кровля жилого дома нуждается в экстренном ремонте. Но срок восстановления еще не подошел, и люди вынуждены подручными средствами спасаться от мощнейших ливней. Чем кроме ведер и тазиков можно помочь барнаульцам, узнавала Валентина Аскерова. Мы вызывали электрика, он нам здесь все типа поправил-направил, но как вода текла, так и течет. А сколько лет так живете? Ну, видимо, уже больше трех. В сырости и влажности, в грибке и плесени и с давлением 210. Так и живет Любовь Богданова. Нервы женщины уже не выдерживают. Крыша многоквартирного дома износилась настолько, что не спасает даже от небольшого дождя. Влажность очень. У меня вся одежда, это вот я перед вами закрыла шкафы, а так у меня все настишь. Кошке корм ставлю буквально на ночь, корм буквально мокрый. Что с крышей? Вся дырявая. Я уже завтра хотела просто договариваться с парнями, просто за свои деньги ремонтировать крышу. Потому что, сами понимаете, жить так дальше нельзя. Топят не только квартиры, но и весь пятый этаж. В подъезд электросчетчики. Какие только пороги, жильцы не обивали. Администрацию города, управляющую компанию, все безрезультатно. А ведь от постоянной сырости подъезда жильцы в шаге от трагедии. Вот такая картина. Постоянно при таянии снега, когда идет дождь. Вызывали в субботу МЧС. По той причине, что попала вода в щиток и задымление произошло. Приехали МЧС. Что они тут, по-моему, отключили все. Капитальный ремонт дома запланирован аж на 2026-2028 годы. Его только ждать люди больше не могут. Коммунальные эксперты советуют жильцам взять инициативу в свои руки и на собственные средства провести специальную экспертизу. Необходимо провести экспертизу кровли. Эксперт должен дать заключение о том, что кровля требует безотлагательного капитального ремонта. И с этой экспертизой выйти на межведомственную комиссию при Комитете жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула с вопросом о переносе сроков проведения такого ремонта. После экспертизы Комитет жилищного хозяйства Барнаула может обязать управляющую компанию наследия провести латочный ремонт кровли или хотя бы соорудить временный шатер до разрешения вопроса сокращения сроков капитального ремонта. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А герои следующего материала воды никак не могли дождаться. И вот случилось. Проблему длительного отсутствия жителям поселка Троицка Алманского района удалось разрешить. Напомним, они не раз обращались к нам в редакцию. По их словам, из-за поломки водонапорной башни вода в поселке была на вес золота. Ее не хватало ни для бытовых нужд, ни для питья. Такую воду набираем. И для чего она? Вот птичек поить. Где-то что-то хоть... Вон, цветы все, цветы все позавяло. Тогда власти обещали восстановить водоснабжение в поселке в течение месяца. И справедливости ради обещания сдержали. Вода в кранах есть уже две недели. Включили кран. Вначале шла такая глиняная вода. Прям густая, непонятно, желто-рыжего цвета. Потом как бы вроде стекла. Но иногда еще бывает, что... Ну, допустим, в летнике включаешь в баню набирать воду. Там тоже, видать, трубы застаиваются. И еще как бы желтенькая бежит. Но так, как бы, вроде вода чистенькая бежит. Процедурный кабинет нового образца появился в Краевом диагностическом центре. Раньше принимать сотни пациентов, которые пришли сдать анализы, приходилось в маленьких помещениях. Туда же курьеры привозили биоматериалы из других медучреждений. Сейчас процедурную расширили и отремонтировали по последним стандартам. Мария Мацаева продолжит. Надежда Дмитриевна в диагностическом центре уже не впервые. Сегодня пришла сдать кровь на витамин D. Но, к удивлению пенсионерки, анализы брали не в маленьком кабинете, как обычно, а в просторной процедурной с удобными креслами. Помещение переделали и оборудовали под современные стандарты. Здесь очень комфортно. Вот что. Все чисто, все светло, хорошо. Ну, лучше не надо, мои хорошие. Доволен и медицинский персонал. Ведь обслуживать большой поток пациентов теперь будет проще и быстрее. Кабинет рассчитан на семь кресел. А регулировать очередь можно с помощью специальной кнопки. У нас на каждом рабочем месте оснащена автоматизированная система. Это кнопка вызова, которая позволяет нам приглашать пациентов. То есть зеленая кнопочка, кресло свободное, красное занято. К слову, время ожидания для пациентов сократится еще и потому, что в кабинете предусмотрены два выхода и входа, чтобы люди не сталкивались друг с другом. И отдельный для курьеров, которые приносят биоматериалы из других медучреждений края. Стук от солбами никто не будет, добавляют врачи. Мы полностью закрываем потребность заборем и материал. То есть увидели, что достаточно быстро идет поток пациентов. На пациента уходит от 1 до 3 минут. Это среднее время расчета. Поэтому все происходит очень быстро. Практически ждать пациентов не приходится. Помещение многофункциональное, подчеркивает медперсонал. Предусмотрена экстренная кнопка для оказания первой помощи. Утром процедурный кабинет будет работать для приема анализов. А после обеда функционировать как дневной стационар. После 12 часов здесь происходят лечебные мероприятия для пациентов и проявлого амбулаторного эндокринологического центра. Пациенты располагаются в креслах, их принимает медсестра, производит все необходимые манипуляции. И здесь они проходят лечение. Количество талонов на сдачу анализов сейчас увеличилось, добавляют врачи. Если раньше на одну медсестру приходилось 70-80 пациентов, то сейчас больше сотни. Но сами врачи говорят, что лишь время покажет, справится ли процедурный кабинет с таким количеством людей. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. 15 молоденьких елей высадили в парке Изумрудный. Всероссийская экологическая акция «Сохраним лес» проходит уже не первый год. Всего в этом году в 14 лесничествах края планируют высадить миллион деревьев. А в Изумрудном почетная миссия выпала волонтерам, чиновникам, участвовал и губернатор. Подробнее смотрите в сюжете. Впервые всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в 2019 году. А спустя два года Алтайский край вошел в топ-5 регионов по количеству высаженных деревьев. Задача проекта в этом году – засадить юной зеленой порослью 400 гектаров региона. В том числе и в его столице. Это красит сам город. И дышать становится легче. Потому что наша атмосфера все-таки загрязнена газами, пылью. И для того, чтобы легче дышалось, мы садим деревья. Центральная аллея парка Изумрудный. Его визитная карточка к высадке деревьев на этой территории относится с трепетом. Теперь здесь будут расти молодые ели. С лопатой был замечен и губернатор края. Задействовано огромное количество людей. И откровенно говоря, сегодня я тоже и принял решение, и попросил меня включить в состав участников этой акции. Просто как жителя Алтайского края, как жителя города Барнаула. Это с детства в человеке воспитывается и уважение к природе, и понимание, что ты приходишь на эту землю за кем-то и кому-то ее оставляешь и должен свой вклад оставить. Именно в Изумрудном начали реализовывать идеи по восстановлению зеленых общественных территорий, отметил губернатор. А вот очередной этап акции «Сохраним лес» пройдет в Белокурихе к елям. Там планируют добавить лиственные дубы. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Совсем другими глазами посмотрели студенты технического вуза на своих наставников-педагогов. В Барнауле открылась выставка творческих работ преподавателей кафедры изобразительного искусства. В галерее «Универсум» накануне состоялось торжественное открытие. В чем уникальность экспозиции узнавала Валентина Аскерова. Картины написал наш преподаватель. Мы у него занимались. Он у нас вел живопись. Очень радует, что такие, правда, опытные люди, которые развиваются постоянно. Парк эпохи Возрождения, старая ладога, золотой цвет осени. Десятки картин от преподавателей кафедры изобразительного искусства технического вуза. Университет уже восьмой раз организует подобные выставки. Но эта особенная посвящена 20-летию кафедры. Идея выставки кафедры, она сама по себе уже уникальна. Потому что кафедр в университетах много, а выставки такого рода проводят не все и далеко не часто. А это регулярная выставка. Как отчет, как взгляд, как рефлексия на то, что же мы делаем в своей жизни. На самом деле, преподаватели раскрываются с другой стороны. Потому что одно дело просто приходит, преподаватель исправляет, помогает. А тут видишь, насколько мощный потенциал и техника искусства у преподавателей. И что просто завораживает. Выставочный проект «Кафедра 8» будет проходить на трех площадках. Галерее «Универсум», в арт-галерее Щетининых и в выставочном зале Института архитектуры и дизайна технического университета. Несмотря на то, что работы кардинально разные, у всех единая составляющая. По сюжетам, по техникам, по видам искусства – это все абсолютно разные произведения. Как вы видите, здесь и скульптура, и графика, и живопись, и декоративное искусство. Но это один коллектив. Полюбоваться творчеством можно до конца этого года, вплоть до 31 декабря. Причем выставка привлечет внимание не только студентов, будущих художников, но и тех, кто с кистями и красками на вы. Прогуляться вдоль красивых пейзажей однозначно будет интересно каждому. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 24 кнопки в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...